Кровь и спорт Он существует на самом деле И фильм основан на реальных событиях из его жизни Он хочет принять участие в Купите Это бои без правил с полным контактом Которые проводятся в Гонконге Честно, я не могу называть его персонажа по имени Ну это как Сарния Как бы он не пытался играть персонажа Ты все равно видишь Арнольда Итак, фильм начинается с того, что Клода вызывает Главнокомандующему, а тот сбегает Я фиг знаю, чем он так важен для этой армии Что его хотят поймать и не пускать на это Купите Но это наверное что-то вроде сценки Чтобы показать, что главный герой Фонтан прибегает в дом своего сенсэя Который вот-вот отдаст концы Я так рад, что снова здесь Да прям видно, как тебя распирает от радости Тут происходит флешбек И нам поясняется, каким образом японец Стал тренировать американца Пацан как не особо на Жана похож Хотя актерские данные у него один в один Меч катана нельзя украсть Это особый меч Его надо заслужить Я не собирался его красть Ты даже не моргнул Настоящий боец Да он просто тормоз, а не боец Вы разве не вызовете полицию? Нет, если мы с тобой договоримся О чем? Хочешь ли держи? У меня куча ли держа в подвале Когда-нибудь Я буду выступать в кумите И мой отец будет мною гордиться Ну зашибись Это уж точно не рандомная реплика Могли бы дать пацану, ну, не знаю, характер Я как будто потерял члена своей семьи Мы с Шинго были друзьями Братьями Вы с миссис Танака Относились ко мне Как к сыну Давай я вашему сыну сбивать меня, как грушу Они тут как будто минут сорок фильма сжали в пару минут диалога Даже не зная, плюс это или минус Вроде как и персонажам не дали развитие Но вроде тут так скучно было, так что пофиг И тут начинается еще один флешбек Где нам показывается, как Жан тренировался Ну да Таких сцен с Ван Дамом мы точно еще не видели И да, когда я смотрел фильм в первый раз Я немного запутался, что воспоминания, а что нет Потому что все сделано довольно сумбурно И я чуть не начал гнать тут Мол, нафига ему снова растяжку делать Если он вон как груши в армии молотил И тут я понял, что больше не хочу знать о прошлом между этими двумя Эти взгляды Все без слов ясно Учитель, вы не спите? А разве спят с открытыми глазами? Ого, еще как спят Как вы себя чувствуете? Как старик Серьезно, азиаты, как вы это делаете? Итак, наш герой все же отправляется на турнир, дабы прославить своего учителя Никакая армия США не может его остановить Вслед за дамом отправляют двух агентов Молодой черненький и старый беленький Ну стандартная парочка Глупый, пухлый и серьезный умный В отеле мы встречаем репортершу, которая будет подружкой главного героя Однако, это еще под вопросом Потом поймете И тут мы узнаем, что КПТ Это игровой автомат Вот это поворот! Ладно, шучу Просто универсальный солдат решил посоревноваться с этим мужиком в видеоигре И вот мы отправляемся в китайский бойцовский клуб Здесь регистрируют участников И дамчик говорит, что он учился у Танаки Ну и ему не верят, говорят, что не может быть, ты же не японец Танако бы не стал учить не японца Они просят подтвердить его слова, выполнив прием прикосновения смерти А позвонить, че, не как? Алло, привет, вы учили ван дамы? Да, учил! Хорошо, Фрэнк? Подойдет? Нет Нижний Есть! У нас есть все основания предполагать, что Фрэнк в Гонконге Его имя было в списке пассажиров, вылетевших из Сан-Франциско два дня назад Фрэнк собирается выступать в Кумите, и нам поручено его остановить В Кумите? Да нафига он им сдался, объясните И какого хрена Кумите все так осведомлены, что каждый о нем знает Вроде бы это как подпольные бои Тут нашу репортершу пытаются затащить в номеры, и происходит наидебильнейший спор Вот монетка Если я успею ее схватить до того, как ты сожмешь кулак, девчонка моя Если нет Она твоя Вы больны? Полицию вызываете! Скоро начнутся бои, но сначала немножко истории о Кумите Добро пожаловать, воины со всего мира Сегодня вы прикоснетесь к традиции, которая зародилась не одну сотню лет назад Кумите создано Кукурюкай, обществом Черного Дракона Тут Кейна замешан Вот только сюда свои шутки про Mortal Kombat не суть Ну там же Нет, Борн, плохой Борн Ой, иди в жопу, а! Вообще-то это был фильм, которым вдохновлялись создатели Mortal Kombat'а Если ты не помнишь, Жан-Клод Ван Дамм должен был изначально сыграть Джонни Кейджа в фильме А вот эта сцена с кирпичами тебе вообще что ли ничего не напоминает? Тест your mind И тут начинаются бои Коротко о злодей фильма, то есть о чемпионе Просто понимаете, в таких фильмах все чемпионы обычно говнюки без чести Вообще-то, в принципе, это все, что о нем можно сказать Он также к первых боев, и наши детективы узнают, где остановился Клодик Дюкс остановился в Каулуне, в отеле Истейк Спасибо Может быть теперь мы узнаем, нафига он им сдался Блин, прям то чувство, когда тебя спалили Да это вообще мема можно сделать И тут начинается погоня Уии ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А из их диалога перед бегалками можно, в принципе, сделать вывод, что правительство реально делает из него универсального солдата, и он уже полукиборг. Ну, по крайней мере, это бы объяснило его актерские данные. И тут вдруг он уже вино бухает с репортершей, которая так хочет попасть на Купите, что готова переспать с ним для этого. Что ж, так оно и происходит. Но есть одно но. Своё он получает, но на Купите её не ведёт. На турнире мы всё же видим нашу негодницу, которая пробралась сюда через другую койку. И ещё монтажик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тут... Ну, ну вы сами поняли, где это потом оказалось. Наш клон Жгурды выходит биться против чемпиона. Вроде вначале он неплохо даёт в лоб противнику, но потом... ФАТАЛИТИ К счастью ФАТАЛИТИ не удаётся, и Жан собирается мщтить. Короче, да, такого мы опять же ни разу не видели в фильме про Ван Дамма. Он ещё ни разу не мстил за кого-то из своих друзей или родственников. И после глубоких мыслей Ван Дамма... Бить по щам или не бить по щам? Вот в чём вопрос. Он идёт бить им морды. Его пытаются установить, но, увы. И начинаются финалы. Всё идёт хорошо, добро побеждает, зло. Но противник использует кокс. Правда, сенсей Клода фигачил его и не такими азиатскими наркотиками, поэтому... Ладно, просто на самом деле его учили ходить и ориентироваться завязанными глазами. Добро побеждает. Жан-Клод чемпион, и он даже смог выбить из своего противника Мате. Что обозначает то, что противник признал своё окончательное поражение. Короче, унизил да нельзя. Всё это нужно скорее рассказать нашему дружище, который очнулся. Я за это выпью. Да, кстати, будешь драться в следующий раз, постарайся не лишаться отдельных предметов своей одежды. Иначе их сорвусь тебе я... Глупаешь. Ну тут бесспорно, он его любовь, и я могу легко это доказать. Не из-за этой сцены даже. Этот мужик тоже киборг, или как иначе он ещё выжил. Также за весь фильм Клод только к нему проявлял хоть какие-то эмоции. Ему было насрать на то, что девка дала ему, он не взял её на турнир. А как только ранили любимого, так сразу он взбесился и пошёл чистить морды. А помните ту сцену, когда детективчики пришли в отель? Они застали их, и Жан был одет довольно нарядно для обычной посиделки с другом. Конечно, это могут быть всего лишь догадки. Я люблю тебя, дружище. Так, нет, всё, смея хватит. Ладно, немного осталось. Наши бравоагенты ждут Клода и жалуются, что тот опаздывает, но... Ой, он уже в самолете. Ох уж этот Клод. Безумно рад, что ты на нашей стороне, малыш. А он типа участием в турнире Родину продать, что ли, собирался? Что же сказать в итоге? Ну, фильм глупый да нельзя, с кучей клише 80-х и начала 90-х. Но забавный да безумие. Он классный. Если вам особенно ещё нравится монтаж из стиля Рокки Бальбоа, когда тот тренировался под классную музыку, то вперёд смотреть. И возможно, если бы не было бы этого фильма, то Mortal Kombat бы так и не появился на свет. Либо бы он появился, но был бы не таким уже, каким мы с вами его знаем. Что ведёт меня к следующей ступени. Так что, надеюсь, до скорой встречи. Эта птица вот, сука, так не мешает снимать сейчас. Какого хрена Кумитэй все так сведом... И какого хрена Кумитэй все так сведом... И какого хрена Кумитэй все так сведомблины... Он чё, пытается проораться так сильно, чтобы у него зрение снова вернулось? Бро... 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 Добро побеждает... Добро побеждает... Всё, мне вшал вопрошь. Да... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова